приветствую вас дорогие друзья с вами лурли мур и добро пожаловать на рубрику понятные гайды space engineers и сегодня у нас очень любопытный и полезный скрипт под названием orbital autopilot and map что значит орбитальный автопилот и карта это достаточно интересный скрипт который позволяет вашей станции или кораблю двигаться по орбите планеты также производить это в автоматическом режиме и по заданным параметрам и координатам что и естественно является огромным плюсом и этот гайд будет на самом деле очень короткий потому что сам скрипт небольшой ну что же давайте перейдем сразу к нему я сейчас нахожусь на орбите луны на таком вот корабле и все что нам потребуется для того чтобы данный скрипт работал это блок радиоуправления или же кокпит вот он стоит далее нам понадобится два дисплея дисплей показывающий нашу траекторию движения по орбите собственно говоря саму планету и нахар местонахождение нашего корабля вот видите это зеленая точка это наш корабль также вот это фиолетовое кольцо означает нашу траекторию движения по орбите синяя траекторию показывает траекторию по умолчанию так как сейчас обе эти траектории сопоставлены поэтому синим и не видим далее нам понадобится еще один дисплей который будет показывать нам все данные то есть статус включен ли автопилот показывать высоту заданную заданные скажем целевой градус также градус снижения то есть градус в управлении а также огромное количество данных например ускорение и уровень моря то есть ну да здесь есть такой показатель как уровень моря в принципе эти данные это они сейчас не совсем важны главное для того чтобы эти дисплеи работали надо их соответствующим образом назвать например вот данный дисплей надо назвать орбит статс данный 2 дисплей надо назвать орбит дисплей то есть орбит дисплей чтобы это все отображалось как надо собрали далее далее после того как у нас есть это все нам потребуется собственно говоря программированный блок как же без него и в него мы будем загружать а собственно говоря сам скрипт вот таким вот образом как вы знаете этот скрипт орбитал аутопайлот нажимаем его и жмем окей все загружается сюда в принципе все очень так же здесь есть инструкция дорогие друзья обо всем в принципе здесь можно вот взять это выделить да все очень просто взять и выделить и вставить в google или яндекс переводчик чтобы еще лучше и четче понимать что здесь написано и так наш данный скрипт работает с тремя аргументами forward это вперед input это вот итогал аутопайл то есть включить авто аргумент forward отвечает за то есть движение вперед то есть относительно то есть автоматически вычисляется вас ваше местонахождение и откладывается уже маршрут то есть сразу готовый и вы начинаете движение аргумент input отвечает за вот то есть вы вводите определенные данные да и по ней уже по ним уже будет двигаться ваш корабль то есть так что так тоже можно сделать далее догло аутопайлота соответственно включить автопилот и выключить здесь есть другие показатели тоже но мы к ним вернемся позже давайте же мы сейчас запустим наш корабль я нажимаю на единичку и наш корабль начинает свое движение как вы видите мы начали движение и у нас сразу же на экране значит тут появилась упс так надо надо выключить jetpack и так у нас появилась сразу синяя орбита потом она сразу исчезла потому что она снова за поставилась нашей орбиты движения далее мы сейчас посмотрим на данный дисплей и мы тут видим в принципе что данные вот они пошли работать и тут будет пару моментов пару очень важных моментов которые нужно запомнить во первых зависимости от планеты на которой вы будете летать то есть по орбите который вы будете двигаться вам нужно будет настроить уровень моря высоту пример у меня тут выставлено по умолчанию высота 1600 метров потому что дальше уже исчезает гравитация луны а без гравитации кстати вне зоны гравитации данный корабль не будет то есть данный скрипт не будет работать корабль должен обязательно находиться на в пределах гравитации планеты поэтому это очень важный момент как же мы можем это все редактировать все очень просто заходим заново в программируемый блок нажимаем редактировать и также вот мы здесь вот после после оглавления input мы видим такие вот данные первая строчка здесь где указано double target altitude грубо говоря altitude если так уж на русском почитать то он показан 1600 то есть вот здесь вы можете указать высоту работы скрипта то есть когда вы будете включать автопилот он будет лететь именно на этой высоте то есть он не будет превышать этой высоты далее вы можете настроить угол то есть tilt of the orbit in degrees between zero and 180 то есть я сейчас прочитал русскоязычном к сожалению сложно понять но я объясню что данное значение означает угол наклона от 0 до 180 если очень очень грубо это сказать ну и далее идут остальные угловые параметры например max orbital velocity то есть здесь есть показания 500 я могу уменьшить скорость движения по орбите если я здесь в виду вот так ждут написано speed limit of the ship along its orbit здесь мы например давайте введем 400 потому что я не хочу чтобы он слишком быстро летел так минимум супер да и также есть остальные данные то есть это все чему просто можно ввести в яндекс переводчик и уже как бы самостоятельно разобраться какое какая величина за что отвечает далее далее дорогие друзья также можно настроить значит отображение то есть orbit display здесь идет название orbit display настроить отображение например количество пиксельности можно например здесь поставить допустим 100 пикселей чтобы было более четко детализированная картинка зум то есть чтобы был можно уменьшить зум то есть чтобы чуть уменьшить картинку ну и так далее там подобное то есть тут огромное количество настроек в принципе они интуитивно понятно их можно перевести и далее работать с этими циферками далее также можно менять цвет соответственно отображение значит картинок и всего прочего сохраняем изменения и теперь я забыл сказать очень очень важный момент мы также должны назвать дорогие друзья наш cockpit orbit control то есть если мы не назовем то скорее всего скрипт не увидит просто не наша скажем блок удаленного управления не наш копит поэтому очень важно указать здесь orbit control и собственно говоря вот это и все что нужно знать чтобы данный скрипт работал у вас и ваш корабль или станция двигалась по орбите если вы будете двигаться по орбите земли и так как там больше всего гравитации там там уже идет идут совершенно другие значения то есть вы можете посмотреть в гугле то есть высота гравитации какая соответственно и уже исходя из этого вы можете настроить высоту и скорость движения например давайте посмотрим сейчас какая скорость движения удалось ли мне ее снизить потому что я не очень-то хотел чтобы корабль двигался с очень большой скоростью пример здесь target velocity 106 то есть мы видим что вот это вот данное который там на экране он она сопоставляется с данным который у меня в принципе в худи да то есть тут в худи написано 106 метров в секунду давайте попробуем отредактировать данное значение потому что слишком быстрое движение по орбите но чревато если честно я не знаю как как она плохо может отреагировать но тем не менее так здесь должно было быть должен был быть это max orbital velocity давайте понизим сделаем 100 для начала до попробуем сделать 100 и отлично мы видим что скорость уменьшилась давайте уменьшим ее еще до пятидесяти потому что очень быстрая скорость она может вести как я и сказал к не очень хорошим результатом ну что же давайте поставим 70 хотя бы вот так-то будет лучше более плавное движение вы можете нормально двигаться внутри корабля вот единственный минус том что срабатывает джетпак но я думаю это небольшая проблема если скорость будет небольшой то и как бы корабль будет двигаться плавно и вы можете сделать полноценные станции летающие вокруг планеты так же я не немного забыл про одну штуку которую надо очень очень важно сказать об этом да и эта штука касалась значит аргументов дело в том что аргументы дорогие друзья можно ставить на панель вот таким вот образом сейчас я покажу как это делать как видите мы нажимаем клавишу дж и видим здесь прок то есть программируемый блок находим здесь его в списке и допустим вот мы взяли какой-нибудь программируемый блок давайте возьмем тот который у нас по делу вот и ставим его сюда нажимаем выполнить и вводим здесь аргумент как мы осмотрели там значит меню у нас есть всего три значит аргумента который мы можем ввести это autopilot то есть это input и это forward записываете команды мы сможем здесь выставить сразу несколько команд и таким образом управлять автопилотом собственно говоря тут ничего сложного нет например если я нажму autopilot off то есть наш автопилот выключается если нажимаю autopilot он появляется тут статус orbiting planet то есть он находится на орбите на орбите планеты то есть он движется по орбите советую вам пользоваться аргументом forward именно forward потому что forward он давайте попробуем остановить autopilot повернуть корабль в другом направлении включаем гасители чтобы остановиться просто перенаправляем на другую сторону выбираем вот видите таргет инсиниляйшн то есть мы выбрали другое направление и у нас сразу меняются углы вот в левом дисплее если сверху посмотрите там меняется значение то есть если мы сейчас включим то мы будем уже двигаться в этом направлении а не в том которым мы летели раньше и соответственно на экране тоже будет показана какая траектория у нас выбирается допустим я щас заново остановлюсь включу гасители и повернуть в другую сторону то есть выбирают другую другой показать и у нас автоматически выбирается орбита давайте попробуем аргумент другой аргумент использовать использовать используется аргумент input такс и тем самым посмотрим что что же у нас будет и запускаем автопилот и таким образом мы заново уже так как это видите мы вернулись на другую как бы директорию по умолчанию то есть в графе input у нас идет до идут данные по умолчанию и по этой самой причине мы движемся как бы по орбите которые рассчитываются автоматически но мы можем поменять эти значения в меню так что таким образом дорогие друзья можно настроить данные как бы данный скрипт но опять-таки я советую вам использовать именно советую вам использовать аргумент forward потому что в этом случае стабильная работа данного скрипта обеспечена вам и пускай у вас будут хорошие станции которыми вы будете управлять и они будут вас радовать как бы потому что вообще идея иметь орбитальный корабль да то есть арбит который будет лететь на орбите это круто реально это круто вот он двигается по орбите и так очень удобно кстати говоря производить различного рода бомбардировки и запускать то есть ну вы прибыли на определенную часть допустим на новую планету и хотите поставить там допустим свой авампост который будет очень медленно допустим двигаться вокруг планет это очень полезно и это может иметь свои то есть цели свои какие-то определенные применение вот что я хотел сказать ну что ж дорогие друзья на этом все с вами был лорли мур ставьте лайки к огромному сожалению сегодня пока что не выходит летсплей под названием райс он будет выходить чуть позже потому что там надо много чего сделать за кадром и соответственно пока я буду находить свое время свободное я буду этим заниматься ну а так я вам желаю всего самого наилучшего ставьте лайки делитесь обязательно этим видео если вы хотите развивать канал и улучшать качество контента а также добавлять мне побольше вдохновения и пускай все у вас будет вот таким вот образом с вами был лорли мурш до скорых встреч дорогие друзья всем пока пока а а а а а а а а а Продолжение следует...